Бенемин Нитанягу принял участие в присяге новых депутатов КНЕСТа 19-го созыва. Из 120 человек новичков в парламенте чуть менее половины, 48. Как отметили израильские журналисты, в прошлом парламентариями становились уже зрелые люди, которые приводили на присягу своих жен и детей. Сегодня среди новых депутатов много молодых людей, которые пришли на первое заседание вместе с родителями. Репортаж Сергея Гранкина. Вестибюль израильского КНЕСТа напоминал сегодня театральное фойе. На церемонию присяги депутаты 19-го созыва пригласили жен, детей и родителей. И мероприятие, несмотря на обилие охраны и журналистов, превратилось в настоящий семейный праздник. Я себя прекрасно чувствую. Мы добились всего, чего хотели. Моя мама была в Бухенвальде, а папа в Маунтхаузене. И оба выжили. А сегодня, возможно, самый счастливый день в моей жизни. Хаймэй, хадасимэй. Начинается новая жизнь. Я полна надежд и ожиданий. Горжусь своим мужем и от всей души желаю ему удачи. Помимо политиков и их родственников, на торжественное мероприятие были приглашены около тысячи гостей. В том числе, председатель Верховного суда Израиля, глава службы общей безопасности Шабак, главные сефардские ашкенатские раввины, а также представители всех действующих на святой земле религиозных конфессий. Израильское телевидение вело прямую трансляцию церемонии, но даже опытные комментаторы время от времени сбивались, пытаясь вспомнить, как зовут того или иного депутата. Парламентским охранникам и политологам придется немало поработать, для того, чтобы запомнить 48 новых имен и фамилий. Для сравнения, в Кнессе 18-го созыва был всего 31 новичок. Парламент обновился более чем на 40%, и журналистам даже раздали вот такие вот специальные таблички, для того, чтобы понимать, с кем говоришь и о чем спрашивать. Мед? Мед, мед, мед. Перед присягой я очень волнуюсь. Это трудно выразить словами. Внутри все как будто сжимается. Я до сих пор не могу поверить, что со мной это происходит. Сейчас семья подойдет, поддержка родных мне сегодня очень помогает. Каким станет Кнесса 19-го созыва, пока сказать сложно. Коалиционные переговоры только начались. Но в том, что он будет совсем не похож на предыдущий парламент, можно не сомневаться. 48 депутантов и две новые партии наверняка перекроят политическую жизнь Израиля. Сергей Гранкин, Александр Шабатаев, РТВА, Иерусалим, Израиль. Субтитры создавал DimaTorzok